В то время как вся Европа начинает трезветь после антироссийского угара, постепенно возвращаясь к выгодному сотрудничеству с Россией в энергетическом секторе, только правящий режим в Молдове и его обслуживающие СМИ продолжают истерить про необходимость полного отказа от дешевых российских газа и нефти. Что это? Политическая близорукость, экономическая безграмотность, гордость или банальная тупость с недальновидностью или все вместе? И почему за все это придется платить гражданам всей Молдовы? Разбиралась наш обозреватель Ольга Дзятковская. Здравствуйте! И не поленились же, целое расследование провели журналисты, кормящиеся на западные гранты. И ужас ужасный! Выявили, что десятки государственных структур Молдовы не присоединились к антироссийским санкциям, а должны были, видимо, по логике грантоедов, присоединиться к санкциям в индивидуальном порядке. И они покупают, дескать, бензин у компаний, имеющих отношение к России. Если так, следовательно, по той же незамысловатой логике расследователей, бензин и солярк – это российские. Вот это поворот! Даже список состряпали, в котором оказались такие структуры, как СИП, таможенная служба, генеральная прокуратура, генеральный инспекторат полиции, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, а еще премырии, местные районные советы, медицинские центры. И все они вместе взятые, по мнению авторов всего расследования, совершают преступления, потому что продолжают заключать жирные контракты на сотни миллионов леев с Лукоил Молдова, российской компанией. А значит, поддерживают страну-агрессора против Украины. Например, самую крупную закупку нефтепродуктов у Лукоил Молдова в прошлом году осуществил генеральный инспекторат полиции. Возмущаются расследователи. Аж на 38 миллионов 825 тысяч 300 леев. Мало того, что в этом году ГИБ заключил контрактов на 44 миллиона 649 тысяч леев. При этом полиции заявляют, что сотрудничают с российской компанией уже пять лет. Таможенная служба туда же закупает нефтепродукты у Лукоил Молдова уже шесть лет. И в этом году заключила контрактов на сумму в 11 миллионов 773 тысячи 717 леев. Аргументы у всех нарушителей антироссийских санкций, не поверите, жутко вредоносны для страны. Именно у этой компании оказываются самые низкие цены в сравнении с другими. То есть, по логике авторов этого произведения, на зло России госучреждения Молдовы должны были прекратить сотрудничество. Покупать тот же российский бензин, но втридорога у перекупщиков. Плевать на цену, которую все равно платить всем налогоплательщикам не жалко. Но здесь вот что интересно. В этом же расследовании подчеркивается, что весь этот беспредел с поддержкой агрессора происходит средь бела дня, официально и неприкрыто. Несмотря на то, что, внимание, это надо понимать и есть суть преступной деятельности, еще 5 февраля 2023 года Европейский Союз запретил закупку российских нефтепродуктов из-за военной агрессии против Украины. А это уже манипуляция, мягко говоря. Во-первых, а Молдова что, член Евросоюза? Во-вторых, ЕС в Молдове запретил покупку российского бензина? И в-третьих, вы не поверите, но ЕС не запрещал покупку российских нефтепродуктов даже своим странам. Запрета не было. А было нефтяное эмбарго, причем частичное. Согласитесь, есть разница между полным запретом и частичным эмбарго. Было сделано исключение для поставок по трубопроводу «Дружба». По сути, ЕС запретил только морской импорт. И что интересно, исключение работало для нефтяного, так и нефтепродуктового эмбарго при соблюдении потолка цен, по которым страны ЕС закупают российские нефтепродукты. Как отмечала BBC, послабление санкций лоббировали американцы, чтобы не допустить обвала российского экспорта, всплеска мировых цен на нефть и углубление главной текущей проблемы западной экономики – инфляции. Но как все эти эмбарго касаются Молдовы? Да никак. И когда так называемые расследователи заявляют, что госучреждения нашей страны нарушают антироссийские санкции ЕС, которые никак не распространяются на такие страны, как Молдова, что это, если не манипуляция? Возможно, не разобрались в сути вопроса. Допустим, тогда объясняем. Чиновники ЕС, вводя частичное нефтяное эмбарго против России в феврале 2023 года, на разных дискуссионных площадках подчеркивали, что в Брюсселе понимают зависимость таких стран, например, как и Молдова, от дешевых российских энергоресурсов, включая нефтепродукты. Но для этого властям Молдовы нужно руководствоваться интересами страны, а не действовать кому-то на зло. На зло кондуктору пойти пешком. Сегодня это понятно всем, кроме журналистов и НПОшников из Молдовы. Нефтяное антироссийское эмбарго, введенное горячими головами в ЕС, обернулось бумерангом по самим странам ЕС, которые тихо и сапают теперь свои же санкции и обходят, наращивая импорт стратегического сырья из России, трубопроводного газа, сжиженного нефти и других нефтепродуктов. Другими словами, с трибуны Европарламента и Еврокомиссии говорится одно, а на практике происходит совсем другое. Напомним, по данным Евростата, Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа страны ЕС. Европейские компании только в первый месяц осени закупили российского газа на 1,4 млрд евро, что на треть больше показателя месяцем и годом ранее. При этом примерно 40% – это сжиженный газ из России, а 60% – трубопроводный. Таким образом, газ из Российской Федерации занимает на энергетическом рынке Евросоюза 23,74%. Самые большие объемы российского газа, несмотря на санкции и антироссийскую риторику, в сентябре закупили Италия, Венгрия, Греция, Словакия. Франция увеличила закупки энергоресурсов у России практически вдвое с начала года. За ней следует Испания, Австрия. Кстати, вернулась к объемам импорта российского газа двугодичной давности. А Германия, самая из пострадавших стран ЕС из-за антироссийских санкций, лишившись практически всего промышленного потенциала, сейчас думает над тем, как бы поскорее вернуться к сотрудничеству с Россией в энергетическом секторе, чтобы не растерять остатки своей экономики. А что Молдова? А в Молдове правящий режим Сан-Ду-Пас готов прислуживать внешним партнерам даже в ущерб интересам страны и ее граждан, вопреки здравому смыслу. Ну так, чтобы лоб расщебить, как в поговорке. И это никакая не гордость. Это что-то из непроизносимого в приличном обществе. Уверена, это троеточие вы заполните сами. Такая вот вассальная политика привела к тому, что наша страна переплачивает за дорогой европейский, читайте тот же российский газ, сотни миллионов. За счет нас с вами, простых налогоплательщиков, и уходят все эти миллионы в карман европейских и западных транснациональных компаний. На этих схемах представители правящего режима прочно сидят не без участия, со-участия брюссельской бюрократии. Что самое ужасное, так это то, что мы продолжим переплачивать за газ и в этом отопительном сезоне, так как власти не могут обеспечить его закупку, о чем раньше не позаботились по приемлемой цене. Тариф и дальше будет только расти. Подорожает и электричество. Только представьте, более 15 миллиардов лев примерно во столько. По подсчетам экспертов, обошлось гражданам Молдовы политическое решение правящего режима отказаться от российского газа, начиная с осени 2021 года по февраль 2024. Из-за некомпетентности правительства ПАСС, которая попросту не озаботилась закупкой газа про запас летом и по сниженным ценам, занимаясь предвыборной кампанией президентки, только за первые 10 дней уже этой зимы, по подсчетам лидера ЛДПМ Влада Филата, закупка газа по цене более 605 евро за тысячу кубометров обошлась финансовыми потерями на сумму в более 540 миллионов лев. Если цель довести население страны до ручки, чтобы процент абсолютной бедности населения составлял уже не 34%, а все 50-60%, то да, выбранная тактика правящего режима Сан-Дупас, как говорится, именно к этому и ведет. И ради чего все это? Ради того, чтобы понравиться внешним партнерам, продав всех граждан Молдовы скопом за удовлетворение чьих-то сиюминутных политических амбиций. Только сдается, что здесь все намного хуже, и амбиций-то даже особых нет. А есть элементарная тупость, за которую, к сожалению, расплачиваться всем.